Всем привет, с вами MS Review. Это 11 выпуск нашего дайджеста. Лето медленно, но верно подходит к концу. Оглядываясь назад, ты не понимаешь, что ты делал прошедшие два месяца, но не суть. Давайте посмотрим, что там в сфере Microsoft произошло за последнее время. Windows 10 исполнилось 3 года. Microsoft начала компиляцию сборок 19H1. Новая информация о грядущей консоли Xbox Scarlett и многое другое. Поехали! Три года назад на свет появилась операционная система Windows 10, которая по факту является последней операционной системой и новых версий больше не предвидится, по крайней мере в недалёком будущем. По логике прошедших выпусков уже должна была бы появиться Windows 11, но её нет. Вместо крупных релизов Microsoft выпускает масштабные обновления раз в полгода. Не сказать, что Windows 10 за последние три года кардинально изменилась, но функций отныне гораздо больше, чем летом 2015 года при релизе. За прошедшие три года Microsoft выпустила пять больших апдейтов, которые привнесли изменения в браузер Edge, в приложение Параметры, в меню Пуск и другие элементы системы. Появились современные варианты приложений, вроде того же Paint 3D. Я уже не говорю про Timeline и Fluent Design System. В последующих обновлениях мы увидим развитие этих приложений и возможностей. К примеру, вскоре ожидается появление SES, хотя примерная дата даже не называется. Microsoft придерживается концепции Windows как сервис, поэтому в будущем изменений в ближайшее время точно не предвидится. А перед тем, как продолжим, я хочу посоветовать вам сервис e-каталог, благодаря которому вы сможете найти лицензионное ПО по самым низким ценам, благодаря сортировке цен. Также сервис позволяет при помощи всевозможных фильтров найти необходимую технику, вроде телевизора, консоли или смартфона, а также сравнить их. Ещё здесь можно из комплектующих собрать себе ПК, а благодаря имеющимся отзывам подтвердить свой выбор. Все ссылки в описании под этим видео. Microsoft начала разработку следующего обновления для Windows 10 под кодовым названием 19H1. Раньше вы могли слышать название Redstone 6, но Microsoft уже официально называет обновление 19H1. На позапрошлой неделе даже была выпущена публичная сборка 18204, которая и относится уже к разработке нового обновления. Некоторые возмущались в комментариях, что мол ещё Redstone 5 не сделали, а уже следующее обновление делают. Но дело в том, что Microsoft в последнее время так и работает, и уже довольно продолжительное время. Изменений в сборке не так уж и много, так как изменения дублируются со сборки 17723. Но в целом опять исправление мелких ошибок, обновили браузер Edge, обновили Emozy, Mixed Reality, добавлена точность по времени, когда раз в 18 месяцев система будет ко времени добавлять одну секунду, чтобы соответствовать солнечным суткам. Раньше, видимо, это всё корректировалось через интернет, а теперь система будет, видимо, сама это всё делать. Также обновили игровую панель, которую теперь можно вызвать, используя комбинацию клавиш Win Plus G с любого места в системе, а не только в игре. Ещё можно отметить изменение логики обновлений. Теперь Windows, благодаря машинному обучению, будет следить за пользователем, и только лишь в случае его неактивности за устройством будет происходить обновление и перезагрузка компьютера. Это будет особо полезно для людей, чьи ПК работают как серверы 24 на 7. Также стоит упомянуть, что Microsoft вскоре откажется от промежуточных дельта-обновлений Windows 10. Их заменят обычные экспресс-обновления. Такой шум был по этому поводу две недели назад, а по факту на обычных пользователях это никак не отразится. Если что, я делал ролик по этому поводу, ссылочка в описании. Ссылочка где в описании? Ещё можно отметить готовящиеся очередные обновления меню Пуск и магазина Microsoft Store. Для меню Пуск готовится обновление, которое позволит при наведении на нижние элементы пуска автоматически открывать боковое меню. Теперь для этого и кликать никуда не нужно. Упрощение в квадрате. Если говорить про Microsoft Store, то компания до сих пор экспериментирует с категориями магазина. Теперь категории отображаются сбоку, а не сверху. Эти новшества тестируются как отдельными инсайдерами ветки 19H1, так и внутренними силами Microsoft. Кстати, из-за некоторых ошибок на прошлой неделе так и не вышла сборка 19H1. Но она ожидается уже на этой неделе. Ещё стоит отметить центр управления, он же Control Center. Я думаю, вы много про него уже слышали, тем более на этом канале. По внутренней информации стало известно, что Microsoft планирует выпустить новый центр управления в обновлении 19H1 весной будущего года. Более того, Microsoft зарегистрировала новый патент, связанный с этим центром управления. Точнее, патент оформлен не сколько на сам центр управления, а на технологию перетаскивания элементов из одного интерфейса в другой. В будущем ожидается, что можно будет перетянуть кнопку управления Bluetooth, Wi-Fi, сети или кнопку управления питанием. То есть вы сможете перетащить кнопку прямо на панель задач. Это даже слегка напоминает Android, где вы можете легко кастомизировать систему и перетаскивать иконки куда захочешь. Также вероятно, что Microsoft хочет модернизировать как панель задач, так и сам Tray. Скорее всего, такие изменения связаны также и из-за новой оболочки Polaris для будущей Windows Core OS. Единая операционная система. Также Microsoft тестирует свое новое приложение Your Phone или же ваш телефон. Это приложение для смартфонов на базе Android, которое позволяет синхронизировать все ваши личные файлы с ПК и наоборот, а также позволяет быстро обмениваться данными между устройствами. В будущем ожидается синхронизация уведомлений, отправка текстовых сообщений с ПК и прочее. Инсайдеры уже вовсю тестируют новую функциональность. В новой сборке 18204 была обнаружена функция по запуску нативной виртуальной машины без использования Hyper-V. Данную функцию вы можете также самостоятельно обнаружить во включении или отключении компонента Windows. Но, к сожалению, она пока не работает. Хохма дня. Microsoft рекомендует обновить мобильную Windows 10 до десктопной версии. Чего, блять? Смысл заключается в том, что Microsoft обновила свой магазин Microsoft Store. Но так как приложения сейчас по сути едины для всех устройств, и Microsoft их никак не разделяет, поэтому и появляется такой казус. Кстати, если вы все-таки попытаетесь обновиться, то вас перебросят на официальный сайт Microsoft, где вы также можете скачать помощник по обновлению Windows 10. Правда, он тоже десктопный. Некоторые рекомендуют обновиться до Full Creators Update, если смартфон это поддерживает. Но мне также в личку писали люди, что даже после обновления девайса уведомление в магазине не пропадает. Хотя на данный момент обновление актуальное, и оно будет поддерживаться до конца 2019 года. Кстати, согласно отчёту компании Aduplex, 84,2% имеющие Windows 10 уже обновились до April 2018 Update. Правда, и нужно отметить, что информация основывается на приложениях, использующих статистику Aduplex SDK. Поэтому в реальности цифры могут быть другие, но в любом случае это впечатляет. Чё там с Андромеда? Примерно месяц назад стало известно, что складное устройство под кодовым названием Андромеда было на определённый срок отложен. После появилась информация, что это произошло из-за того, что программная часть, в частности оболочка Андромеда OS, не была готова. Но, как оказалось, это ещё связано было и с приложениями, которых было попросту недостаточно, если бы смартфон Андромеда, а вроде как это всё-таки смартфон. Так вот, если бы его выход состоялся осенью, то приложений там оказалось ещё меньше, чем на данный момент есть Windows 10 Mobile. Также Microsoft слегка изменит начинку и предположительно новое устройство будет базироваться на чипе Snapdragon 855. Также немного изменится, возможно, форм-фактор, но не кардинально. Microsoft так и планирует выпустить устройство с двумя экранами. Релиз запланирован на конец следующего года. Кстати, по последним данным стало известно, что у Андромеды будет Productivity Mode. Предположительно, здесь речь идёт о планшетном режиме. Поэтому, возможно, из коробки будет возможность сразу использовать два режима. Ни для кого не секрет, что Microsoft готовит новые консоли. Да, именно консоли. О чём компания и говорила на E3 2018. И недавно появилась информация о новых устройствах. По слухам, действительно, Microsoft готовит две ревизии консоли. Одна будет традиционной, а вторая облачная. Традиционные будут оснащаться привычным железом от AMD. И вычисления будут происходить на самом устройстве. Консоль, предположительно, будет стоить 400-500 долларов. Облачная консоль будет гораздо дешевле. Но и вычисления будут происходить на серверах Microsoft, которые разбросаны по всему миру. По слухам, компании удалось избавиться от главных проблем облачной консоли. Это задержки и качество изображения. При этом, облачная консоль также будет непростая. Там будет стоять специальное оборудование, которое позволит более точно регистрировать ваши действия, отправлять их на сервер и назад. Посмотрим, что из этого получится, так как звучит очень интересно. И, конечно же, наша непостоянная рубрика. Чё там у Apple? Иногда мы задеваем в наших дайджестах компанию Apple, потому что это Apple. На днях стало известно, что капитализация компании достигла 1 триллиона долларов США, что ей позволило стать самой богатой компанией в мире. Помимо этого, постоянно уходят слухи насчёт новых смартфонов этой именитой компании. По слухам, Apple готовит три смартфона, а именно iPhone 9 с экраном в 6,1 дюйма, iPhone 11 и iPhone 11 Plus с экраном 5,8 и 6,5 дюйма соответственно, и также с чёлочкой. Названия все пока приблизительные, так как тот же смартфон iPhone 9 уже странно называть, так как есть уже 10-й. А iPhone 11 как-то уже не звучит. Но может быть я ошибаюсь, и Apple действительно так назовёт свои будущие смартфоны. Также иногда ходят слухи про поддержку двух сим-карт в новых айфонах, а ещё иногда сайты пишут и про iPhone SE 2, но в последнее время про него мало слышно. В любом случае, в сентябре мы это точно узнаем. Это был 11-й выпуск MS Review Digest. Как всегда, не забываем лайки, подписки, комментарии. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ВК-чат и Телеграм. Все ссылки в описании. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!